МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. Вы заняли призовое место. Александр, расскажите подробно о мероприятии, где вы были. Ну, мероприятие это очень большое. Это Всемирная олимпиада робототехники, которая проходит с 2004 года. В этом году Казахстан впервые принял участие в этом мероприятии. Ну и, как говорится, показал себя достойно. А что мешало раньше-то принимать участие? Ну, развитие той же самой робототехники у нас в Казахстане. Если, допустим, мы в нашем кружке, в нашем... Начали заниматься этим где-то с 2011 года, потихоньку это поднимать, то сейчас вот во всем Казахстане начинается, во всех школах, кружках подниматься это. Ну, пока что держится все на энтузиазме. Ну, как в этом году обещал директор департамента образования, что со следующего года это будет включено в школьную программу. Интересно. А у нас есть кому преподавать? Это ведь достаточно сложно, робототехника. Нет, преподаватели есть. Есть наши преподаватели. Ну, и надо обучим. Самое главное заинтересованное, чтобы люди были. Ребят, какие впечатления поездки? Было очень сложно, хорошо. Сложности в чем были? Ну, было много стран, у них хорошие тоже роботы были. Ну, хорошо себя показали. Десятое место, хорошо это для Казахстана. Первый раз поехали. А всего было участников? 47 стран. 47 стран. Естественно, наверное, была великая в этом понимании роботов Япония. Она была? Была. Что вы увидели у них там? Ну, у них были не такие хорошие роботы, как мы думали. Правда? Да. Они просто разочаровали? Да. Я думал, они пойдут на первое место. Нет. В любом случае... А кто же занял первое место? Таиланд. Таиланд, Индонезия, Малайзия. Тайван. Тайвань. К сожалению, ребят, вот я несколько раз спрашивала, где же те самые наши роботы, работы ваши? Почему сегодня их нет? Ну, вот мы недавно только приехали с соревнований. Нам пришлось всех роботов разобрать, чтобы обучать детей робототехнике и программированию. То есть у вас в кружке дальше идет работа и уже на основе вот тех... Ты пришли, понимаешь, два будущих преподавателя, понимаешь, робототехники? Возможно. Да. Ну, у нас есть кадры с вашей поездки, и там мы тоже, наверное, увидим тех самых роботов. Вот фото сейчас пока нам покажут. Вот это наши ребята, да, насколько я знаю, посмотрите? Да, да, это на отборочном туре как раз в Астане. Это казахстанцы, правильно? Это наши актюбинцы. Актюбинцы, да. Это чисто актюбинцы. И Мартук. Это отборочный тур как раз проходил в Астане перед поездкой. Потому что во всех странах сначала проходит отборочный тур. По всем регионам. А это уже сама Олимпиада в Сочи. Это вот что было? То есть вы при... Как строилась работа на Олимпиаде? Я смотрю, что там мало того, что что-то мастерят и демонстрируют, да? Нет, ну там как... В основном сначала дается задание. Задание дается за год, за полгода где-то до самих соревнований. Какого направления задания? Различного направления. В этом году была принимающая страна Россия, значит, тема была космоса. То есть робот должен... Представлял как бы космический аппарат, выполняющий определенные функции. Например, какие функции? Ну, допустим, вот... Взлететь, полететь. Нет, там они не летали. Расскажите, да. Даниэр в старшей категории был. Наша категория была самая старшая. Называется старшая категория. Спутник. А, нет. Космическая станция. Космическая станция. Наш робот должен был выехать, собрать все сломанные панели, они были черного цвета, и отвести на базу. И с базы взять работающие панели и поставить туда, где стояли черные. Развернуть, чтобы все синие смотрели. Активировать все, чтобы смотрели направо, а красная сторона, чтобы смотрела налево. Даже мне сложно это понять, но вообще я чувствую себя немножко... Я внимательно слушал. Такие кипики. Такие кипики, я думал, понял. Ну, Макамбет, а ты что делаешь? Я этот, по категории спутника. Робот надо, от земли надо свою орбиту, орбита, потом собирает красные шарики и кубики. Да, это не рабочие. А это синие рабочие. Синие нельзя трогать. А если трогаешь, минус баллов. А вот задания заранее прописывают вам в положении, когда присылают непосредственно для участия в проекте данном? Задания, да. Задания для этих категорий всегда заранее. Я думал, вы сами придумываете. Нет, мы придумываем. Робот придумывается сами. То есть, внешний его вид, устройство, действие, как он будет это выполнять, дизайн весь. Это чисто выдумка. Вот, ребят, нас... Мне все равно интересно, из чего же это все состоит. Ну как, ну здесь в основном, в РО, это, как я уже говорил, что основной спонсор это LEGO Education. Значит, здесь у нас чисто LEGO. LEGO пластик, да. Пластик, где есть двигатели, есть процессор основной. Ну, остальное LEGO, это же, говорю, что пластик собирается. Датчики есть еще. Плюс, да, датчики различные. Ну, это вот основные три категории. Это есть еще открытая категория для всех. Там ИСУМО-роботы, как вот вы показывали у нас когда-то. Да-да-да. Плюс еще есть робофутбол, самое интересное, наверное, направление. Робофутбол, так, ребята, расскажите. Наверное, вы точно увлекаетесь футболом. Что это такое? То есть, это реально игра роботов-футбол? Реально игра роботов-футбол. Слушайте. Специальная трасса для них. Она больше, чем простая трасса, которая была у нас. Вот на следующий год я со своим другом буду готовиться на это соревнование. Сейчас уже начинаем готовиться. Соревнования очень увлекательные и сложные тоже. Но мы думаем, что выиграем. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Понятно, что вы, когда что-то мастерите, что-то сейчас уже задумываете на начальном этапе, о чем-то мечтаете. Вот вы мечтаете, что такое создать, какую техническую новинку. Каждый из вас. Создать что-нибудь такое, чтобы было полезно для человека и для всего общества. Ну, например, это что будет, чашку кофе подносить? Или может быть какие-то сложные операции? Или действительно все с космосом будет связано? Подожди, может парни не хотят рассказывать о своих деях? Мне очень интересно узнать мечты. А я автономный робот. Он регулирует автономность программы. Человек без кнопок, просто работает робот. Даже отопление будет у тебя глазом. Да, да. Конечно, будущее за техническими новинками. Александр, скажите, насколько все это сегодня реально? Ну, если не сегодня, то когда? И реально ли это вообще у нас в Казахстане? Ну, почему? У нас в Казахстане реально, вполне. Потому что буквально, я же говорю, буквально где-то 11-й год. Это только начиналось. Сейчас вот эти последние года, там 13-14 год, это очень большими шагами шагает. И, как я говорю уже, если внедриться это все в образование в школе, как вот в России и во всех странах, то это будет большой прогресс. Александр, знаете, я свое мнение хочу выразить, вы молодец. Я не ничью, потому что вы в гостях в нашем эфире, потому что вы делаете действительно реальные вещи. А вот что думают актюбницы, можно ли развивать науку у нас в Казахстане? Мы сейчас посмотрим и вместе обсудим. Да, можно, чтобы в Казахстане было будущее, и наши предки знали, что там было, куда двигаться дальше. Можно, потому что это служит развитием, сильным толчком для национальных кадров этой страны. Мы такое государство, что без науки как бы нам никак, и, как выразиться, ну, должны соответствовать мировым стандартам. И без науки, в мире без науки никак, без развития науки в мире никак. В Казахстане тоже так же есть умные люди. Почему нельзя развивать? Можно, конечно. Развивать науку, да, конечно, можно. Запросто, я думаю, для этого есть и специалисты, и ресурсы, и недра в Казахстане, я думаю, можно. Какие мы развиты страны, особенно в добывающей отрасли. Нефтяники, металлурги, машиностроительные. Конечно, можно развивать. Ну, конечно, надо развивать науку, чтобы дети были грамотными, чтобы в Казахстане бизнес процветал. Можно. Развивается. Наука идет. Правильно. Молодежь. Правильно идет. Наука идет. Выше, выше, выше идет. Не знаю. А с другими местами, мне кажется, нет, невозможно. Я тоже так думаю. Ну, наверное, можно. Почему нельзя? В любой стране можно развивать науку. Можно. Если вкладывать деньги. Ну, я напомню, что у нас в гостях участники Всемирной Олимпиады робототехники, актюбинские ребята и преподаватели, которые недавно вернулись из Сочи, впервые Казахстан представляли. Вот вы сейчас слушали мнение актюбинцев. Как вы считаете, ну, вот сначала у ребят такой вот глобальный вопрос. Можно ли развивать науку в нашей стране? И если нет, то что мешает? Ну, развивать науку можно, просто финансы мешают. Нужны финансы? Да. Ваше мнение. Александр, а ваше мнение? Ну, конечно, да. Науку можно. И основной, конечно, я как говорил, упор вот на молодежь. Потому что если старшее поколение, оно после развала поднимало свое благосостояние, то теперь молодежь, все-все на них. У них есть и для этого данные все, и ум, мозги, как говорится. И они тянутся к этому, честно, тянутся к этому все. Главное, вовлечь их. То есть каждый год у вас есть наплыв новых ребят? Конечно, есть наплыв. А как они об этом узнают? Благодаря тому, что преподаватели в школе говорят, что есть у нас такой центр, который занимается тем-то, тем-то, тем-то. Либо они сами к вам приходят? По-разному. Допустим, вот Даниэр, они долго искали наш центр, пришли заниматься с другом. И уже сколько лет у нас занимаются, специально искали. А так, да, и в школах есть информация, и в Горану есть информация. А вас кто-то финансирует? Мы финансируем Горану. Городское дело образования. А поездки, вот все, что вы организовывали. Я знаю, что вы изыскивали долго средства, чтобы поехать в Сочи, несмотря на то, что впервые Казахстан, и тем не менее это было сложно. В итоге где нашли средства? Ну, здесь в итоге, конечно, на отборочный тур нам областное управление образования помогло, мы поехали, да, спасибо им. А вот в Сочи за нас оплатил НИШ, на Станинский НИШ. И за это огромная благодарность, потому что они оплатили не только за нашу команду, они оплатили за все команды с Казахстана, потому что были с Усть-Каменогорской была команда, не НИШовская. Дальше с Петропавловска была, нет, с Талдыкургана, это НИШ были уже. Так что они оплатили за... И с Уральска была, в ЭТШО тоже этот колледж приехал. Они оплатили за всех. Ну что ж, остается пожелать, чтобы вопрос финансов вот в меньшей степени вас касался. Занимайтесь, пожалуйста, наукой, занимайтесь техникой, развитием. И кто знает, может быть, через пару лет мы тоже, как на больших выставках, можем у нас в студии продемонстрировать какого-нибудь робота, который с нами уже разговаривал. Да, не разбирайте, специально для Елены Игнатьевой. Может быть, уже ребята будут научными деятелями. Да, очень рада, буду пообщаться. Удачи вам. А профессора, конечно, в лице Александра мы тоже будем рады видеть в нашей студии. Это программа «Твое утро», дорогие друзья, мы в прямом эфире. Звоните к нам, а также мы доступны в социальных сетях. Всем отличного настроения и дня. Оставайтесь с нами.